Привет, дорогие друзья! Программа «Откровение надежды» и я, ее ведущий, пастор Олег Неденко, приветствуем вас! В прошлой передаче мы коснулись одной из самых главных вестей, оставленных Богом, людям на страницах Священного Писания. Книга «Откровение», 14 глава, трехангельская весть. Она должна приготовить мир ко второму пришествию Христа. И первый ангел говорил о том, что нужно убояться Бога, потому что наступил час суда его. Сегодня мы более подробно коснемся этой темы и выясним, как же проходит этот суд, что на нем рассматривается, как можно избежать осуждения этого суда, какую роль в этом суде играет Иисус Христос и наша вера в Него. И в этом нам помогут разобраться пасторы Церкви Днепра Руслан Спицын и Александр Пелох. Я также напоминаю вам, что вы можете оставить свои комментарии, вопросы, молитвенные просьбы, а также зайти на ссылку онлайн-уроки по изучению Библии. Будьте благословенны и оставайтесь с нами на программе «Откровение надежды». Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдам на нас век, то вы каждый, кто поверит Нему, Непоги, но имел вечную жизнь. Песня «Откровение надежды» 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 И давайте еще почитаем, что же говорит Библия о суде. Это все зависит от того, что человек делает. Если он делает доброе, то ему не нужно бояться суда. А если делает злое, то тогда, возможно, нужно бояться. И вопрос еще в том, над кем Бог производит суд. Потому что мы читаем сейчас в книге Псалмов такие выражения. Давид говорит, что «суди меня, Боже, по правде моей, для него строжествуют надо мной враги мои». То есть суды Божьи для детей Божьих, они оправдывающие, это спасающие суды. Что касается суда над врагами Божьими и над врагами детей Божьих, то это суды карающие. Поэтому смотря над кем Бог производит суд. То есть само понятие суд в себе не несет негативного окраса. Потому что если вас обвиняют несправедливо, вы как раз будете ждать суда, чтобы получить оправдание. Книга Второзакония, это тоже то, что относится к Ветхому Завету. Закон Моисея, здесь написано следующее в 10 главе. «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дают ему хлеб и одежду». То есть здесь проявление суда Божьего, оно в позитивном ключе идет. То есть как раз незащищенные слои населения, вдовы, сироты, они нуждаются тоже в справедливости. И тема Божьего суда, она вытекает из наших предыдущих тем, там, где мы рассматривали вопрос о появлении зла. Ну то есть оно не будет вечно, и справедливость должна восторжествовать. Она сможет восторжествовать благодаря, в том числе, судам. Ну а вот, если так сказать немножко о земных судах, что вообще о них говорит Библия? Насколько они справедливы? Вот, в общем-то, люди боятся суда, да? Что можно об этом? Ну, земные суды, они часто далеки от справедливости, потому что и судьи бывают коррумпированные. Поэтому не всегда земные суды совершаются по стандартам Божьим. Но так или иначе, ни один человек не избежит Божьего суда. И написано, что Бог судья всей земли. Он будет судить справедливо и решать дела поистине. И то, что нам дает надежду, это то, что у Бога, там, в суде нет никакой коррупции. Он действительно все рассмотрит справедливо, потому что ему не нужны никакие дары, он не берет никаких подарков, как написано в этом 17 стихе. Вот если еще раз обратиться к Екклезиасту, он пишет в 8 главе 11 стих. «Нескоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем праведного и нечестивого, будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Да, действительно написано, что нескоро совершается суд над злыми делами, потому он не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Бог часто долго терпит. Но есть еще один замечательный стих, вот пророк Малахия, 3 глава, мы читаем, наверное, с 15 стиха. «И ныне мы считаем надменно счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя исхушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимают Господь и слышат это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящемся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, говорит Господь Слово в собственности моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего». И тогда снова вы видите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его. То есть сейчас вроде бы кажется, что беззаконные устраивают себя лучше праведников, где мы считаем надменных счастливыми, хотя они исхушают Бога, но остаются целы, но все до поры до времени. Когда Господь совершит суд, то написано, что тогда вы увидите различие между праведником и беззаконником, между служащим Богом и неслужащим Богом. Здесь очень важно расставить приоритеты. Какие твои приоритеты? Получить от жизни все, но жить временно, либо жить по Божьим стандартам, по Божьим правилам, но получить вечность в одаром? Спасибо. И вот смотрите, земные суды, они же созданы людьми и для людей. И это нет прямого указания свыше от Бога, что вам нужно это сделать. Люди, само человечество, само сообщество поняло, что им это необходимо. Нужно как-то урегулировать межличностные отношения или отношения между государствами. Есть суды международные. И вот Библия говорит, что место суда, а там беззаконие. Человеческий фактор здесь имеет не последнюю роль. Поэтому говорит, что будет высший суд. И вопрос следующий. А вот суд Божий, о котором говорит Библия, он будет касаться отдельных людей или все человечество? Он будет касаться какого-то определенного исторического периода или истории всего, сколько людей существует? Ну, Священное Писание говорит, всем нам надлежит явиться в предсудилище Христова. Поэтому независимо от времени и места проживания, дело каждого будет исследовано, каждого живущего на земле. Спасибо. Вот прокомментируйте, пожалуйста, слова 95-го псалма, 10-й стих. «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда Вселенная и не поколебрится. Он будет судить народы по правде». Да, Бог будет судить народы по правде и истине. Поэтому есть эталон справедливости, мерила. Это Божий закон. Вот и каждый живущий на земле будет судим в соответствии с этим эталоном. То есть вот здесь сказано «судить народы». Да, как отдельных личностей, так и все народы, и всю землю написано, что Господь и Судья всей земли. Поэтому все живущие на земле, они пройдут через это судилище престола. Спасибо. Мы увидели, что древние пророки, писатели Ветхого Завета, много внимания уделяли теме вот этого Вселенского Суда. А давайте поговорим о том, что же говорил Христос в своем учении о суде. Откроем Евангелие от Матфея и посмотрим несколько текстов. Например, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Объясните это. Конечно же. То есть Христос неоднократно в своем учении говорил о том, что землю ожидает суд. Мы можем вспомнить его притчи о пшенице и плевелах. Там, где все растет в одном поле, но время жатвы определяет участь плевел и пшеницы соответственно. Мы можем вспомнить притчу о неводе, где рыба собирается полностью в невод, но потом она отбирается негодная и годная для употребления. Мы можем вспомнить притчу о брачной одежде, когда вроде бы уже все попали на брачный пир, но некоторые были выгнаны оттуда, потому что не пришли в брачные одежды. Все эти притчи, они прямо или косвенно говорят нам о том, что нас ожидает суд в конце земной истории. И Христос, как тот, кто будет судить мир правильно, он, конечно же, предупредил своих учеников. Да, интересен вот момент один за каждое праздное слово. Господь и сердцеведец. Перед лицом его пишется памятная книга, и в этой книге отмечаются не только поступки и даже не только слова. Написано, что Бог знает намерение и помышление сердечное, поэтому мотивы человеческого сердца. Мы порой видим только внешние действия, внешние поступки. От нас сокрыты мотивы, а Господь знает сердце, Он знает каждую мысль, вот из-за чего эти поступки совершены, какие мотивы двигают человеком. Поэтому Божий суд касается глубин человеческого сердца. И вот там же сказано, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Мы знаем, что в земных судах слова играют особую роль. А вот неужели, вы представьте, сколько людей жило на земле, сколько народов, и сколько за свою жизнь человек наговорил всяких слов. Неужели эти все слова где-то фиксируются, как-то накапливаются, и будут как-то вот рассматриваться? Поясните еще чуть-чуть подробнее, что это значит за всякое праздное слово. Сколько же слов, и где они хранятся, и как это будет оцениваться? Написано, перед лицом Господа пишется памятная книга. То есть вся жизнь человека фиксируется в божественных книгах. Вот и слова, и поступки, и даже слова, которые он не произносит. Вот и говорил в сердце своем. Правда, это о Люцифере сказано, но часто же мы тоже. Вот слух мы не произносим, а в сердце что-то проговариваем. Какие-то мысли, да? Да, от Бога это не сокрыто. Поэтому написано, что слово Божье судит намерение, помышление сердечное. Так что даже вот эти факторы будут учитаны. То есть на небесах есть некий огромный сервер, который сохраняет информацию о каждом человеке? Да, сервер, памятная книга, да, так называются. Носители информации, скажем так. Не, ну если мы на Земле до этого додумались, то на небесах, наверное, это раньше всего. Это говорит о таком пристальном внимании к каждому человеку. Дезусловно, важен фактор объективности, потому что вся Вселенная наблюдает за справедливостью, и важно, чтобы она восторжена. Да, еще один момент, вот говоря о судах, вот когда ученики Христа, апостолы услышали вот эти темы, они в ужасе задают Христу вопрос, кто же может спастись? Вот, и Христос говорит, человеком это невозможно, но все возможно Богу. Только потому, что Бог поступает судьей, и Бог же является нашим защитником и адвокатом Христос. Вот мы имеем надежду на спасение. То есть, получается, с одной стороны, тема суда, она устрашающая, потому что, если сказано, что за всякое праздное слово дадут ответ день суда, то, ну и каждый думает, а сколько же я таких слов наговорил за свою жизнь, и ответственность возложена, вот каждый человек несет ответственность перед Богом, перед судом этим, и он должен будет дать ответ. С другой стороны, есть какая-то надежда на спасение, на прощение. А вот еще Христос говорит, что когда придет Сын Человеческий, воздаст каждому по делам Его. Давайте об этом немножко поговорим. Вот рассмотрели тему слов наших, а теперь вот тему дел. Что это значит? Воздаст каждому по делам Его. Есть выражение такое, что мы судим и будем по делам, а оправданы будем по вере. Поэтому понятно, что каждое дело тоже фиксируется в памятной книге. И так или иначе, но в течение своей жизни человек столько дел натворил неправедных дел, что понятно, что он спасенным быть не может из-за этих поступков. Но оправдываемся мы верой. Написано, всякое вознездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе в Иисусе. То есть, имея отношение со Христом, принимая Его своим Спасителем, мы освобождаемся от Него за наши неправедные поступки, за грехи, за наши беззакония. Поэтому Бог не хочет, чтобы мы жили в постоянном страхе, чтобы вся жизнь наша была в таком страшном кошмаре, чтобы мы каждый день, каждое мгновение своей жизни размышляли, «Господи, может, я вот три годика что-то не так сделал, что-то не так подумал, что-то не то». Понимаете, что человек постоянно роется в своей прежней жизни, в своих грехах, в своих поступках неправильных, что он приходит в состояние депрессии из-за этого. То есть, нужно не столько это исследовать, сколько исследовать, какие мои личные взаимоотношения со Христом. Когда мы со Христом находимся в близких отношениях, написано, что кровь Христа очищает нас от всякого греха. Если в чем-то конкретно надо будет рассказывать, не нужно жить в страхе, может быть, я что-то не помню, что-то забыл. Вот написано, что Дух Святой напомнит нам, о чем рассказываться можно. Если вы вспомните, вот сам момент, когда над самим Христом люди учинили судилище, и когда виновного Вараву отпустили, а невиновного Христа на его кресте распяли. То есть, вот Варава в тот день должен был умереть, но появился Христос. И благодаря тому, что появился Христос, теперь Варава остался жить. И он пошел дальше, жил себе, и как-то, наверное, переосмыслил свою жизнь, и второй шанс, которому даровало Божье проведение. Но в том-то и дело, что на примере этого Варавы мы можем поставить себя, потому что мы, как Варава, точно так же заслуживали наказание, но Бог нас спас. И вместо нас Он понес наказание на себе, а нам подарил спасение. Вот смотрите, мы поговорили о том, что суд состоится над всеми людьми, над всеми народами, Бог будет судить праведно. И вот так вот постепенно вышли на личности Иисуса Христа. Вы так много сказали о Христе. Какое отношение Христос имеет вот к этому суду вселенскому. Вот я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели одно пророчество о Христе, записанное в книге пророка Исаии, 42 глава, с 1 по 4 стихи. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избанный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не возобьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Тройсты нагломленные не переломят, льна курящегося не угасит. Он будет производить суд поистине. Не ослабеет и не знаможет, доколе на земле не утвердит судам и на закон его будут уповать острова. Вот это очевидное пророчество Христе. И здесь так много раз повторяется слово суд. Вот как это понять? Христос и суд. Христос будет вселенским судьей. Он будет совершать суд. И доколе не доставит суду победы. А почему именно он? Он жил среди людей. Он испытал все тяготы земной жизни. Поэтому он и будет судить человечество. По праву его создателям и спасителям. Вот в Евангелии от Иоанна, в пятой главе, мы читаем с 22 по 27 стихи. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Как это понять? С одной стороны, Христос говорит, что Отец отдал весь суд Сыну. И мы говорили, что Бог все-таки будет всех судить. И как мы поняли, это через Христа. С другой стороны, Христос говорит, верующий в Меня на суд не приходит. Как это понять? Тут же сказано, всем нам должно явиться на судилище Христов. И тут же сказано, верующий в Меня на суд не приходит. Да, там один интересный нюанс, что верующие во Христа, они будут судимы, но заочно. То есть их дела будут разбираться без них. Таким образом, они на суд не приходят, но тем не менее, они являются на судилище Христова. Ну, в смысле, дела их являются. То есть, непосредственно человек не является на суд, а рассматривается его жизнь. Да, это что касается правительства. В книге Данила написано, что судьи серии раскрылись в книге. То есть будет заседание в Небесном суде, где согласно каждых мотивов, поступков и слов будет вынесено. А почему Христос сказал, что Отец никого не судит, а суд отдал Сына? Все чутили Сына так, как Отца, потому что сейчас много веяний таких христианств, что Христос – это не всемогущий Бог, что Христос – это вообще не Бог. Поэтому получается так, что роль Христа уничижается. Поэтому Господь, Отец, дает ему право быть судьей, чтобы все чутили Сына точно так же, как и Отца. Представьте себе, Христос, как никто другой может понимать, что переживает человек, который находится на земле. Он прожил рядышком с людьми, он видел своими глазами все эти беззакония, все трудности, все испытания и искушения, которые Его окружали. Поэтому немаловажный факт, то есть Он нас судит так, как понимающий наши слабости, наши трудности. Вот как раз то, о чем ты сказал, подтверждается в 27 стихе. Христос говорит, Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Обратите внимание, здесь акцент поставлен не на том, что Он Сын Божий, поэтому может быть судил, а Он имеет право судить, потому что Он Сын Человеческий. Нас Христос будет судить, как понимающий нас. Не просто, как знающий теоретически, вот, тягота человеческого сердца с высоты Божьего престола взирающего, а тот, который непосредственно стал человеком. Вот, друзья, давайте еще в контексте суда рассмотрим одно место из Писания, это слова Иисуса, очень известные, записанные в 3 главе Иоанна 17 по 19 стих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единого Сына Божия. Суть же состоит в том, чтобы свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела и были злыми. Вот здесь Христос говорит о том, что Бог послал Сына Своего не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти. Как это понять? Ведь мы только что читали, что Отец весь суд отдал Сыну. Сын будет так и судить. Какие-то, на первый взгляд, какие-то противоречия. Поясните, пожалуйста. Да, но спасти есть понятие, как спасающий суд Божий. То есть не случайно Давид говорит, суди меня, Боже, по правде Твоей, чтобы не восторжествовали надо мной враги мои. То есть спаси меня, другими словами. То есть это спасающие, оправдывающие суды Божьи. И праведники желают, чтобы Бог поскорее судил таким судом. Спасал. Да, спасая их. А здесь сказано, что не послал, чтобы судить. А в каком смысле здесь тогда не послал, чтобы судить? Не послал, чтобы судить судом возмездия, карающим судом. А спасающие, то есть спасающие, это равносильно спасению, равносильно оправдательному приговору. То есть мы видим некие фазы суда. То есть вначале отец посылает своего сына, чтобы спасти этот мир, жертвой Христа. Но все-таки суд же будет, потому что здесь сказано, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. А как это понять? Неверующий уже осужден. Потому что мы читаем, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы нам надлежало бы спастись. Неверующий у него не имеет спасения. Потому что спасение, оно возможно только во Христе Иисусе, и другого пути спасения нет. То есть принимаешь Христа своим спасителем, ты спасен. Да, правда. Если ты в него не веришь, если ты больше любишь тьму, нежели свет, то ты сам себе подписываешь смертный приговор. Но человек же не рождается верующим. Он рождается грешником, да. И вот означают ли эти слова, что по сути все люди осуждены уже. Может быть даже те люди, которые еще и не родились. Потому что, как помните, мы с вами разбирали эту тему. В Адаме всем осуждение. То есть все потомки Адама являются в этот мир грешниками, они уже осуждены. И вот получается, что, как это объяснить? Неверующий уже осужден, а верующий на суд не будет. Безусловно, что верующими не рождаются, верующими становятся. Рано или поздно в жизни каждого человека наступает такой момент, когда Христос стучит его сердце. Когда Христос дает ему откровение о себе. Но выбор человека, откроет он двери своего сердца перед Христом или нет. Написано, сед, стою у двери, не стучу. Кто откроет, к тому войду, не буду вечерить с ним, и он со мной. Поэтому возможность стать верующим есть у каждого. Потому что в жизни каждого человека наступает такое время, когда Христос ему открывается, дает познание о себе, стучится в двери его сердца. Выбор за человеком. И это настолько качественно новые изменения, что Христос в Евангелии от Иоанна назвал это рождением свыше. То есть это тоже по факту создания новой личности, уже верующей личности. Спасибо, друзья. И вот еще 19 стих прокомментируйте. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела им были злые. Суд в этом, что свет пришел, а люди захотели. Ну, мы вспомним евангельскую историю. Христос появился на этой планете уже с самого рождения, его искали, чтобы убить. То есть мы вспоминаем указы царя Ирода, мы потом вспоминаем, то есть книжники фарисеи, как его преследовали, как хотели убить. И в конце концов, первосвященник сказал, что лучше одному умереть за весь народ, нежели весь народ будет страдать, ну, имея в виду страдания от римской власти. Бог сделал все для того, чтобы перемирить с собой мир, для того, чтобы подарить свое прощение людям. Но выбор принять это или отвергнуть остается за человеком. Именно поэтому в 19 стихе здесь написано, что те люди, которые возлюбили свет, они приняли прощение, потому что был свет истины, это о Христе говорится. А есть те, которые возлюбили больше тьму и отвергнули Иисуса Христа. Ну, вообще это парадокс, что пришел любящий Бог, великое благочестие, а тайна Бог явился во плоти. Явился в человеческой плоти сам Всевышний Бог, вот спаситель человечества, явился для того, чтобы спасти. И непонятный парадокс, вот как вот вместо того, чтобы ухватиться за это спасение, вот принять Христа своим спасителем, люди больше любят тьму, то есть отвергают свет, отвергают спасение, тем самым получается, что это самоубийцы. То есть они больше любят смерть, чем жизнь, чем свет, исследуют этим путем. То есть фактически суд, они сами себе подписывают смертный приговор, отвергая свет, отвергая спасение, отвергая Христа. То есть смотрите, друзья, вот мы пытаемся углубленно рассмотреть тему суда и поняли, что с одной стороны суд все фиксирует, все слова, все поступки и так далее. И в этом смысле ни у одного человека нет никакого шанса получить оправдание. Но здесь Христос говорит, что несмотря на то, что все будет фиксироваться, но суть суда не в том, чтобы подсчитать количество праздных слов, матерных слов, слов лжи, плохих или добрых дел, чтобы перевесить. А суть суда в том, что пришел свет и какой выбор сделал в конце концов человек. Вот если так окажется, что человек в течение всей своей жизни грешил словами, делами и так далее, но в какой-то момент он обратился к Спасителю, покаялся перед ним, достаточно ли этого, чтобы суд вынес человеку оправдательный приговор? Если он покаялся, если он обратился ко Христу, признал себя грешником? Но если мы верим Иисусу Христу, то как минимум уже один такой случай был, и он зафиксирован в Евангелии, это разбойник, который просто попросил Иисуса вспомнить о нем, когда он придет в свое Царство Небесное. Он понимал, что не заслуживает спасения, потому что только Христа как невиновного распяли. А вообще эта жестокая казнь постигала справедливо людей, разбойников, мятежников, серийных убийц. И вот один из таких разбойников, понимая, что ему надеяться не на что, у него слова, тем более поступки и все остальное, заслуживает смерти, через несколько часов он умрет. Но Христос, видя веру его, сказал, что «Истинно говорю тебе ныне, ты будешь со мной в районе». Обещал ему. Христос пообещал ему спасение. И это произошло просто за несколько часов до его смерти. Спасибо. А не может ли возникнуть такая ситуация, что человек себе так и спланирует жизнь, что если так легко получить спасение, оправдание, то я могу какое-то время погрешить, пожить в свое удовольствие, а потом перед смертью, как тот разбойник, я покаюсь и получу прощание. На самом деле, за вот эти пару часов на кресте висящий разбойник сделал больше, чем некоторые люди за всю свою жизнь. Вообще, это одно из самых коварных искушений сатаны, что живи жизнью, какой тебе угодно, в последние мгновения ты расскажешься и будешь спасен. Но, друзья мои, понимаете, что невозможно каждый раз отвергать протянутую в тебе спасающую руку всю свою жизнь, вот постоянно отталкивать и отвергать, а в последние мгновения жизни ухватиться за эту руку. Поэтому написано, не случайно написано, ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Ныне – это сейчас. Вот когда вы чувствуете, что Христос взывает к вашему сердцу, сточится в двери вашего сердца, откладывать свое спасение, а потом сказать, Господи, в последнюю минуту я успею, я перейдю. Это очень опасный путь. То есть, другими словами, неправильно это себе как-то планировать. С Богом в такие игры нельзя играть. Вот я в подтверждение ваших слов хочу, друзья, чтобы ближе уже к завершению нашей программы мы прочитали еще одно высказывание Христа. Оно записано в 12 главе Иоанна Леотеана. И мы прочитаем с 46 стиха по 49. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день, ибо я говорю не от себя, но пославший меня, и от сон дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Поясните немножко эти слова, здесь тоже сказано о суде. Да, Христос говорит, что он пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. То есть он пришел просветить каждого человека. Вопрос в том, как человек реагирует на это просвещение, принимает ли он этот свет, посылаемый Христом, или отвергает его, желая оставаться во тьме. В этом и состоит от человеческого выбора, зависит его вечная участь. Он говорит, что если кто услышит мои слова и отвергнет их, то это слово будет его судить. То есть ты имел возможность спастись, получить оправдание, если бы поверил в это слово. А если не поверил, отверг, то... И вот то, что, Саша, ты и сказал, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердце ваше. Я думаю, что и наша программа это тоже в какой-то степени обращение Бога сегодня к современным людям с этой вестью. С одной стороны, предостережение о том, что суд начинается. С другой стороны, о том, что есть возможность спастись. Ну и последний вопрос, друзья. Мы много поговорили о суде Божьем. Два слова скажем о нашем суде. Вот есть такие слова. Не судите, да несудимы будете. Каким судом судите, таким и будете судимы. О чем здесь идет? Мы говорим здесь о необъективности человеческого суждения, потому что нам не открыты мотивы, нам не открыты какие-то помышления, в отличие от Божьего суда, который все знает, который читает наши мысли. Мало того, мы можем некоторых людей любить, других не любить, и наше суждение может быть предвзятым. У Бога же наоборот. Он считает каждого человека за своего дитя, и он до последнего старается сделать все, чтобы спасти этого человека. Поэтому суд – это удел Божий. Это не удел человека. Еще один интересный момент. Среди всех даров Святого Духа, которых написано в Новом Завете, дар пророчества, дар смоножения, дар языков, дар исцеления, перечисляются дары Святого Духа, мы не находим, чтобы своей церкви Бог дал дар судейства. Дара судить нет. Поэтому написано, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Роль судьи. С другой стороны… Вопрос объективности и необъективности. С другой стороны, апостол Павел предупреждает раннюю церковь, чтобы она не обращалась в гражданские суды. Для решения внутрицерковных. Для решения внутрицерковных, житейских вопросов. Апостол Павел прямо говорит, неужели у вас нет мудрости, потому что вам дано судить и Вселенную. Когда-то настанет такой момент, что Бог свой суд, справедливость своего суда разделится всеми присяжными, и это будут все те спасенные люди, которые оказались на небесах. Святые будут судить мир. Да, совершенно верно. Но пока Бог не вынес своего приговора, мы также не должны… А что же нам делать? Ну хорошо, если я вижу, что человек поступает, на мой взгляд, неправильно, как мне избежать греха осуждения этого человека? Если у меня все внутри восстает, возмущается, и я хочу высказать человеку, или порицание какое-то, или мнение свое, как быть? Ну, Библия регламентирует, как в таком случае больше. Подойди и обличи сначала между тобой и им одними. То есть обличать можно? Если ты видишь, что что-то не так, то можешь поговорить с ним. Перед этим, я так понимаю, нужно просить Бога, чтобы он сидел у тебя орудием в своих руках. Ну, расскажи человеку. А в чем разница между осуждением и обличением? Нет, ну, осуждение, когда ты его уже записал пропащим крешником, поставил на нем крест, считая человека недостойным. А обличение как раз может остановить человека на каком-то греховном пути, неправильном, и обратить его в спасение? Это вопрос отношения к человеку. Если я испытываю к нему любовь и переживаю даже не согласен с его действиями, я ему скажу прямо о том, что не так, но скажу это с любовью. А осуждение, это когда просто мы... Даже без участия этого человека мы можем распространять о нем какие-то слухи, какие-то свои суждения, а сам человек даже не будет знать, в чем дело. То есть оно не дает человеку никакой пользы, а только это клеймит его, вычеркивает из нашей жизни, унижает. Больше того, это не дает пользы тому, кто занимается такими осуждениями. Он сам себя осуждает, осуждает сам себя. Судья другого, он осуждает сам себя. Мы, по сути, не судим, мы обвиняем, а это удел врага. Это удел врага, потому что он клеветник братьев наших, и мы не должны быть похожи на него. Наверное, не только удел врага, но и удел Бога, потому что, если сказано, что Бог — это судья, который в конце концов должен вынести приговор. А если я выношу приговор, я беру на себя функцию Бога. Но какие разные эти моменты, потому что Божий суд стремится к тому, чтобы оправдать и спасти человека, а обвинения врага, они стремятся только к тому, чтобы погубить и не дать возможности к спасению. Спасибо. Дорогие друзья, мы сегодня рассмотрели или попытались прикоснуться к этой обширнейшей библейской теме, теме суда. Если у вас возникли вопросы, задавайте их нам, оставляйте свои комментарии, также свои молитвенные просьбы, и будьте благословенны. Оставайтесь с нами в программе «Откровение надежды». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok